Добрый день! С вами портал StrikeUp.ru И сегодня мы сделаем обзор новинки от компании GHK Реплики автомата AKS-74, GK-74 Реплика предоставлена нам компанией Ударная Сила И сейчас мы проведем ее онбоксинг и тест GK-74 представленный в обзоре является абсолютно эксклюзивной моделью Созданной исключительно для российского рынка Это единственная реплика AKS-74 в линейке GHK, которая имеет полимерную фурнитуру Реплика создана при сотрудничестве с компанией LCT Airsoft Например, у данной реплики позаимствован корпус В коробке находится инструкция Стандартный магазин, поставляющийся вместе с репликой И, собственно, сама реплика автомата AKS-74 Коробка является полностью аналогичной коробкам, поставляемым компанией LCT GK-74 по факту представляет собой всем хорошо знакомые реплики AK от LCT Данная реплика переработана для использования газовых магазинов И, как положено приводу от LCT, он имеет полностью стальной корпус Который почти не имеет люфтов Единственная деталь, которая имеет минимальный люфт Это накладка на газовую трубку Приклад GKS-74 очень прочно сидит в креплении и не имеет люфтов В то же время он не требует особых усилий для того, чтобы сложить его или разложить Реплика снабжена планкой ласточкин хвост для установки оптики Пистолетная рукоятка по габаритам идентична оригинальной на боевом AK И выполнена из высокопрочного ABS полимера Предохранитель на GKS-74 очень тугой Но в то же время, возможно, что при дальнейшем использовании Он слегка разболтается Затвор не имеет полного хода Это вызвано тем, что внутри установлен демпфер Прицельная планка не имеет люфтов и прочно сидит в колодке Цевьё не имеет люфтов Шомпол, в отличие от первых версий ГХК Сидит плотно в своих гнездах И нужно приложить довольно большие усилия для того, чтобы его извлечь Перейдём к обзору внутреннего устройства реплики автомата AK-74 Для проведения неполной разборки необходимо снять крышку ствольной коробки Извлечь возвратную пружину Вытащить демпфер И извлечь затворную раму вместе с затвором Одной из особенностей ГКС-74 является тот факт, что при полном израсходовании шаров в магазине Реплика просто перестаёт стрелять Узел ХОПАП установлен в основании ствола Данная схема является крайне надёжной И простой Для регулировки требуется всего лишь повернуть колёсико Дополнительная компания ГХК предлагает СО2-магазина Магазин почти полностью аналогичен Магазину, использующему GreenGas Отличие заключается в устройстве На месте заправочного клапана у GreenGas У магазина СО2 стоит просто винт Для зарядки СО2-магазина требуется снять основание магазина Открутить поджимной винт Установить баллон СО2-магазин Установить баллон СО2-магазин и закрепить его на фаршоприамет Ну и немного личного мнения Мне очень понравилась эта реплика Крепко сбита, качественная Неплохо стреляет Недостатков можно перечесть по пальцам Это возможность недосыла шара при минусовых температурах И весьма тугая регулировка узла хапап В общем, перехожу я на светлую сторону силы Всем спасибо, до новых встреч!